В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Частичная мобилизация. Новая информация о призыве. Православное лето 2022. В СРФТИ прошла научная конференция. Чистые игры в рамках осенней недели добра на пруду Боровом провели общегородскую субботник. Далее расскажем обо всем подробно. 23 сентября саровчане отправились на сборный пункт в рамках частичной мобилизации. Мужчинам от 28 до 46 лет. У всех за плечами служба в армии вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба администрации города. Согласно указу губернатора, с семьями мобилизованных при необходимости будут взаимодействовать волонтеры и социальные работники, которые помогут с решением срочных вопросов, связанных с текущими жизненными потребностями семей. Частичной мобилизацией подлежат только те, кто служил в армии или получил офицерское звание при обучении в ВУЗе. При этом в приоритетном порядке по возрасту это рядовые сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, сообщили в региональной призывной комиссии. В регионе уже разрабатывают законы, защищающие права граждан, подлежащих частичной мобилизации. Один из пунктов в указе Глеба Никитина о частичной мобилизации в Нижегородской области – освободить работников, призванных на военную службу по мобилизации от работы с сохранением за ними рабочего места. Помимо этого в правительстве РФ идет работа над тем, чтобы все граждане, попавшие под частичную мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получили все положенные социальные выплаты. Все вопросы по поводу частичной мобилизации саровчане могут задать на сайте объясняем.рф и по телефону горячей линии 122. В СРФТИ в рамках 18-х саровских чтений «Православное лето-2022» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Год культурного наследия народов России». Свои доклады представили студенты, руководители городских организаций, педагоги и воспитатели. Всего в конференции приняли участие более 250 человек из Сарова, районов Нижегородской области, Оренбурга и Москвы. Саровские чтения «Православное лето» проходят в СРФТИ при поддержке конкурса малых грантов «Православная инициатива» уже 18-й раз. Традиционно в рамках чтений институт принимает участие во Всероссийской научно-практической конференции. В этот раз ее тема посвящена Году культурного наследия народов России. «Моя страна стоит на простых, одинаковых для каждой нации, наверное, основах. Это история, культура и вера. И огромное вам спасибо за то, что ваш труд, он очень важен в настоящий момент, особенно в настоящий момент. И он делает нашу страну сильнее. Главное, дает нам веру в то, что у нашей страны есть будущее, и это будущее великое». Глава города Алексей Сафонов и благочинный Саровского округа протеерей Лев Юшков в торжественной обстановке подписали комплексную межведомственную программу «Саров Благословенный» на следующие пять лет. «Сейчас очень многое зависит от того, как будет выстроен диалог между светским образованием и церковными организациями. Это всегда было одним из главных ключевых проблем. Поэтому здесь, конечно, все выступления будут связаны так или иначе с формированием мировоззрения молодежи, для того, чтобы вырасти человеком всесторонне развитым, интеллектуальным. И особенно это характерно для нашей научно-технической элиты». Конференция состояла из двух секций. Свои доклады представили студенты СРФТИ, руководители городских организаций, педагоги, воспитатели. Также перед участниками выступил и заслуженный работник культуры Анатолий Петрович Закопай и преподаватель МГУ имени Ломоносова. Всего в конференции приняли участие более 250 человек из Сарова, районов Нижегородской области, Оренбурга, Москвы. «Я представляю свой доклад на тему духовно-геополитического значения русского Севера. Я буду рассказывать о том, какие в плане духовного наследия, какие стоят храмы, какие сохранились фрески, как Север приумножает и сохраняет это все наследие. В геополитическом я расскажу о том, как Север важен для страны в плане экономики, геополитики и ресурсной базы». Конференция проходила на нескольких разных площадках. Помимо института, круглые столы организовали в Духовно-научном центре и храме царственных страстотерпцев. Там были беседы со студентами и старшеклассниками. Презультатом Всероссийской научно-практической конференции «Год культурного наследия народов России» выйдет сборник статей. Тематический прием граждан по вопросам реализации прав в сфере законодательства об исполнительном производстве пройдет в прокуратуре Нижнего Новгорода 28 сентября в 11 часов. Задать свой вопрос можно будет по видеосвязи из Сарова. Видеоконференцию создаст прокуратура нашего города. Предварительно на прием можно записаться по телефону 8 831 414 2220. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Материнский капитал проиндексируют на 12,4% с 1 февраля следующего года. После индексации его размер составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. Следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Продолжается благоустройство городского приемника для животных. Уже удалось запустить вентиляцию. Свежий воздух начал поступать в помещение, где круглосуточно находятся животные и работают люди. Прогулочные вольеры завезли гравий, частично покрасили наружное ограждение вольеров. В Саровске физтех, медколледж, политехнический техникум, центр внешкольной работы, поисково-спасательный отряд «Рейс». Семь команд города на Пруду-Боровом боролись за звание победителя в молодежном кубке чистоты, эко-соревнованиях, чистые игры. На креативном субботнике побывала и наша съемочная группа. Привет всем, кто сегодня перешел на чистую сторону, кому не безразличен его город и кто готов побороться за звание победителя в молодежном кубке чистоты, эко-соревнованиях, чистые игры. Сыграть по-чистому на Пруду-Боровом собрались студенты, волонтеры, ученики школ. Цель их встречи – сделать чище любимое место отдыха горожан. К решению такой задачи подошли творческие. Вот уже несколько лет субботник в рамках недели добра в нашем городе проводят в соревновательном формате. Несколько команд соревнуются в том, как можно больше и как можно интереснее найти мусорную находку, так скажем. Естественно, по итогам, получается, этих чистых игр, пока ребята бегают с мешками, собирают мусор в эти мешки вокруг всей территории озера, по итогам они, получается, приносят самые необычные находки. И в целом мы взвешиваем, кто же больше мусора собрал. Покрышка, металлические конструкции, предметы одежды и даже дорожный знак. Ребята нашли немало необычных мусорных артефактов. Поскольку это состязание, в нем есть и свои критерии оценки. Так, например, дополнительные баллы присуждают за скорость уборки территории, вес собранного мусора и третий критерий – оригинальные находки. Субботник прошел весело и динамично. Большинству участников важна не победа, а доброе дело, которое им удалось выполнить вместе, сообща. Волонтерство для меня – это как часть жизни. И такие субботники на самом деле очень важны для общества, для природы и для человека, который хочет поддерживать городскую среду в чистоте. Я на подобном мероприятии в первый раз. И у меня, ну, я пока не определилась по поводу ожиданий, просто пришла благодаря прекрасным людям, чтобы поработать над очисткой территории в прекрасной компании. Потому что вот я люблю такую совместную деятельность, и чтобы еще как бы делать мир лучше, город лучше. Объявят итоги чистых игр и наградят победителей 26 сентября на закрытии осенней недели добра в молодежном центре. Большое осеннее открытие. В художественной галерее прошел вернисаж сразу двух выставок. Автор первой – московская художница Виктория Осьмеркина. Вторая экспозиция – сборная. На ней представлены работы нескольких каллиграфов. Виктория Осьмеркина первый раз выставляется в нашем городе. Но с ее творчеством царовские зрители знакомы не первый год по художественной проектной галереи. В 2016-м она участвовала в выставке «Времена года» группы московских художников 4D. В 2017 году принимала участие в выставке, посвященной 85-летию Московского союза художников. Проводила мастер-классы. На персональной выставке «Своя мелодия» в экспозиции художник представила около 60 живописных произведений, знакомящих зрителей с новыми пейзажами и натюрмортами последних лет. Мы стали тем третьим залом, который принимает ее работы, ее мелодию, потому что выставка так чудесно называется «Своя мелодия». Виктория Осьмеркина родилась в Москве в семье потомственных деятелей искусства. В детстве ее игрушками были кисти, краски и глина. Шанса не стать творческим человеком у мастера не было. Творчество всегда было в ее жизни. Виктория закончила художественную школу имени Серова и художественно-техническое училище. К своему стилю она пришла не сразу. Николай Петрович Крутов, посмотрев на мои работы, вот здесь как раз представлены на выставке работы моего досоюзного периода живописные, они резко отличаются по стилю. Он дал мне ключи от совершенно другого изобразительного языка. Я по своей профессии художник-витражист. А живопись – это было что-то такое для себя, сокровенное. И вдруг я поняла, что витраж и живопись можно объединить. У Виктории Осьмеркиной уверенный широкий жесткий цветной или черный контур становится основой плоскостного рисунка и ритмической организации холста. Этот подход напоминает структуру витража, перегородчатой эмали. Мотивы для натюрмортов, городских и дачных пейзажей Виктория находит в повседневности. Очень много полотен с изображением любимых мест. Я пишу и на пленэре, я пишу и в мастерской, я работаю и для конкретных выставочных проектов, которых теперь немало. Это труд. Это такая серьезная работа. Также художница открыла выставку «Книга художника замедления», которая расположилась на втором этаже галереи. Это экспозиция «Первый опыт в Сарове встречи зрителя с искусством каллиграфии» в рамках художественной выставки. Работы созданы в арт-резиденции «Книга художника». В итоге творческого поиска появились 40 авторских книг, в которых воплотились идеи, мысли, чувства художников через цвет, пятно, шрифт, текст и искусство каллиграфия. Выставки продлятся до конца октября для лиц старше 6 лет. Команда пейнтбольного клуба «Реактор» приняла участие в пятом завершающем этапе серии RxL 2022 года по спортивному пейнтболу. Соперниками саровских спортсменов были сильные команды со всех регионов России. По результатам этапа они заняли третье место. Подробности далее. Кубок RxL – это ежегодный турнир, который проходит в Москве. В нем участвуют пейнтбольные команды со всей России. Всего четыре этапа – отборочные игры, четвертьфинала, полуфинал и финал. Саровский пейнтбольный клуб «Реактор» занял третье место в финале, а по итогу ребята стали серебряными чемпионами серии. В отборочных играх, наоборот, возникли небольшие трудности, привыкали к соперникам. В четвертьфинале прошли легко команду, а за выход в борьбу за первое и третье место, к сожалению, проиграли. Нам не хватило буквально три секунды, чтобы нажать на кнопку. Все соперники уже были выпиты, нам только надо было захватить базу. К сожалению, игра ушла в овертайм, в котором немножко не повезло. И пришлось бороться только за третье и четвертое место. В пейнтбольном клубе «Реактор» занимаются как дети, так и взрослые. Тренировки проходят по вторникам и четвергам вечером. Занятия этим видом спорта учат ребят работать в команде. Развивают быстроту реакции, ловкость и сообразительность. Поэтому в Сарове очень много любителей пейнтбола. Эта игра, она как бы увлекает и привлекает к себе людей. И все говорят, что больно, и все некоторые уходят из-за боли такой. Но, как всегда говорили все люди, мальчики не плачут. Кто захочет пойти в пейнтбол, тот никогда не пожалеет и будет всегда рад ходить на такие классные тренировки, с такими хорошими друзьями и тренером таким хорошим. Подробная информация о деятельности пейнтбольного клуба «Реактор» публикуется в группе в социальной сети ВКонтакте. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». В этот раз героями выпуска стали сразу несколько кошек и котят, которые совсем недавно попали под опеку волонтеров. Осень – тяжелое время для волонтеров, которые занимаются помощью бездомным животным. Заканчиваются дачные сезоны. Десятки кошек и собак, которые бок о бок с людьми жили все лето на огородах, оказываются вдруг никому не нужными. Из года в год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой, что люди летом приезжают на огороды, на дачи, там подкармливают кошечек, кошечки приносят котят. И вот все то время, что люди находятся на дачных участках, они их кормят, все хорошо. Потом начинается осень, люди начинают уезжать. И зачастую многие бросают этих животных прямо там. Кто-то, понимая свою ответственность за животных, пытается их пристроить. Многие обращаются к волонтерам. Сейчас в карантине приюта Мурдам сидят несколько кошек с огородов. Попадают они в разном состоянии. И больные, и здоровые, и диковатые, и прирученные. В целом проблем социализации сейчас не возникает. То есть у нас были дикие котята, да. И при том они достаточно долго оставались дикими. Но опять-таки надо просто уделять им побольше времени. Больше с ними разговаривать, играть. И проблема будет решена. Аня рассказала про один из примеров таких огородных историй. Незадолго до нашего прихода к ним в приют принесли котенка, которого нашли в коробке на огороде. Малышу было от силы 4 недели. Котенка подсадили кормящей кошке, которая приняла его как родного. Волонтеры призывают соровчан более ответственно и гуманно относиться к животным. Если у взрослого кота шанс выжить от холода на огороде есть, то для маленьких котят зимовка там означает верную смерть. Если вы хотите забрать кого-то из этих животных домой, звоните по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА